Здравствуйте! В эфире программа «Жилищный вопрос» в студии Наталья Бабенко. Смарт-квартиры – это принципиально новый подход к формату жилья. Об их особенностях и отличиях от традиционных мы беседуем с Дмитрием Боголюбовым, руководителем службы по связям с общественностью компании «Легенды». Здравствуйте! Дмитрий, почему ваша компания создала смарт-жилье? Что именно вас не устраивало в квартирах, которые предлагаются на рынке? Прежде всего, нас не устраивает нерациональность тех планировок, которые сегодня предлагаются на рынке. Застройщики просто нарезают этажи на какие-то квартиры, в результате получается больше квадратных метров на продажу, но меньше комфортно и меньше заботы о конкретной семье, о том, как будут жить люди в этих квартирах. Возьмем, скажем, обычную двухкомнатную квартиру. Что мы имеем? Мы имеем кухню, мы имеем гостиную и спальню. Если в такой квартире живет семья из трех человек, то она постоянно вынуждена сталкиваться с компромиссами. Самое распространенное из них — это совмещение функции гостиной и спальни, когда каждый вечер приходится раздвигать диван, каждое утро его убирать, при этом нет ни полноценной гостиной, ни полноценной спальни. Проблема рынка в целом в том, что люди еще задолго до получения ключей, еще пока дом строится, уже думают о том, чаще всего, как переделать квартиру, как приспособить ее для своих нужд, для нужд своей семьи. Мы проводили опрос, и 80% людей, знакомых со стандартными планировками рынка, сказали, что если бы у них были средства и были бы возможности, они сделали бы перепланировку. Это в корне неверно, поэтому легенда делает такие квартиры, в которых ничего не нужно переделать, в которых планировка изначально рассчитана для конкретной семьи и изначально ей подходит. Чем же ваши дома отличаются от предложений на рынке? Чем они так привлекательны для покупателей? Возьмем, к примеру, два наших первых смарт-дома на углу улиц Яхтина и Оптиков. В двух домах в общей сложности представлено 37 типов квартир. Что это означает на практике? Это означает, что 12 типов домохозяйств, 12 типов семей, от одиноко проживающего молодого человека до семьи с двумя детьми, могут найти здесь именно свой вариант, который изначально был создан для такого типа семьи. Более того, у нас есть размерная линейка, как в одежде от XS до XL, то есть от самого маленького до самого большого варианта. Поэтому даже в условиях ограниченного бюджета семья может выбрать вариант для своего типа семьи, и это будет значить только то, что в более компактном метраже она получит все тот же полноценный функционал, и ей не придется превращать гостиную в спальню и так далее. Ну и, конечно, если бюджет позволяет больше, то и опций комфорта будет больше. Так, например, возможен второй санузел, возможно, кладовка или гардеробная, возможен формат мастер-спальни, когда свой санузел есть в родительской спальне. Но в любом случае, говорим мы о формате XS или о формате XL, набор первичных функций будет постоянным. То есть если это семья с ребенком, то у родителей будет своя спальня со стационарной двуспальной кроватью, у ребенка будет своя детская, и гостиная останется гостиной. Но ведь у вас же есть и студии в ваших домах. Как здесь быть? Ну, о студиях я могу сказать, что это, пожалуй, лучший на сегодня вариант на рынке, потому что студии наши, наши смарт-студии кардинальным образом отличаются от того, что представлено в традиционном предложении застройщиков. Традиционное предложение — это, как правило, предельно вытянутый стакан с единственным окошком в дальнем конце, где очень тяжело разместить грамотно какую-то мебель, где нет зонирования и так далее. Если вы посмотрите на нашу смарт-студию, то в ней два больших окна. В ней выделена кухонная зона, в ней выделена столовая зона, так что удобно семья может собраться вечером за ужином. В ней есть прихожая, в которую встают шкафы для хранения. И даже ванна у нас полноценная со 150-сантиметровой ванной, никакой душевой, никакой сидячей. И в ванной обязательно предусмотрено место для стиральной машины. И можете себе представить, сколько комфорта и дополнительных опций заложено в квартирах с большей комнатностью. В квартирах с одной, с двумя, с тремя спальнями. Вы намеренно ушли от традиционной классификации рынка? Это такой брендинговый вызов или все-таки необходимость? У нас действительно, как вы обратили внимание, нет привычных всем однушек, двушек, трешек. У нас квартиры делятся по количеству спален. И это лишь подтверждает, что они создавались вокруг конкретных семей, где у каждого есть свое место для отдыха, есть своя спальня. Вместе с тем есть ливенерия. Так на североамериканский манер мы называем совмещенную кухню-гостиную, где семья может собраться за ужином, где можно устраивать вечеринки, встречать гостей, устроить совместный просмотр фильма. Поэтому и классификация по количеству спален, она, в общем-то, логичная. Потому что, когда смотришь на квартиру, сразу понятно, о каком составе семьи, о каком типе семьи идет речь. Какие еще преимущества и новшества смарт-квартир можно отметить? Наши дома, как я уже сказал, собираются только из идеальных планировок, которые устраивают наших клиентов на все 100. У нас нет проходных вариантов из разряда «кто-нибудь докупит». Как и нет таких решений, которые традиционно встречаются на рынке, когда при первом разговоре с застройщиком ты ему показываешь на какую-то неожиданно возникшую колонну посреди квартиры, он говорит, ну ничего, дизайнер как-нибудь обыграет. Нет, у нас все планировки выверенные и предельно понятные для дальнейшей жизни. Очень важно, что все наши квартиры вытянуты вдоль светового фронта. В них много окон и много естественного освещения. У нас есть варианты планировок, в которых до девяти окон в одной квартире. Это трехсторонние квартиры с тремя спальнями. Есть варианты, когда есть отдельное окно над мойкой в кухне. Есть варианты, когда есть отдельное окно в санузле родительском. Это очень удобно. И несмотря на то, что большинство застройщиков не любят неглубокие корпуса, делают их максимально глубокими, чтобы комнаты были подлиннее, как стакан. Мы делаем квартиры вытянутыми вдоль светового фронта. И мы уверены, что в наших квартирах всегда много будет естественного света, всегда будет в них радостно и хорошо. Важно, что в наших квартирах нет несущих стен. Внутри квартиры нет ни несущих стен, ни каких-то колонн. Поэтому наши покупатели, они в общем-то вольны реализовать любое решение в границах квартиры, которые им понравятся. Однако за два года продаж смарт-квартир, ни одна семья еще не изъявила желание что-то глобально переделывать в своей квартире. И это, в общем-то, показатель того, что планировки действительно созданы с умом. Все-таки, как бы вы сформулировали главную идею смарт-квартир? Она сформулирована была еще два года назад в нашем слогане. Смарт-квартира – есть место быть собой, есть место быть семьей. И это действительно квартиры, о которых многие мечтали и не могли найти ничего похожего на рынке. Когда мы вышли на рынок, люди действительно искренне благодарили нас за те решения, которые мы внедрили в наше жилье. А мы, в свою очередь, были искренне рады, что в том многообразии планировок, которые мы вывели на рынок, многие семьи действительно нашли свой идеальный вариант, в котором они могут дальше жить, расти детей, строить планы, строить будущее. Спасибо за беседу. Напомню, в нашей студии был Дмитрий Боголюбов, руководитель службы по связям с общественностью компании «Легенда». В следующей программе мы расскажем о стандартах качества смарт. Дмитрий Боголюбов, руководитель службы по связям с общественностью компании «Легенда». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин